добрый день дорогие друзья сегодня у нас 4 января 2020 года еще раз всех с новым годом но и с наступающим Рождеством Христовым православным Рождеством в одной из последних программ с одним из преподавателей нашей школы познания я сделал ремарку о том что к сожалению для многих такая наука как астрология в наше время не так известно и не так принято и еще каких-то там 20 лет назад об этом знали намного меньше людей и вообще-то говоря скажем так советское время астрологии был удел совсем немногих но и главным как бы считается астрологом считалось и считается в высшем советском союзии в России Павел Павлович Глоба на что последовал комментарий в чате а как же Вронский и я подумал а действительно как же Вронский я ответил о том что Вронский действительно был очень известным но популярным а это разные вещи стал Павел Павел Глоб и вот я решил сделать такую программу именно небольшую посвященную астрологу Сергею Алексеевичу Вронскому Вронский был первым Единственным астрологом в советское время, дипломированным астрологом. Из дворянского рода граф Сергей Алексеевич Вронский в детстве достаточно незаурядными обладал способностями, но была ситуация, когда он должен был погибнуть. Ситуация случилась, когда ему было 5 лет. Примерно это было в 20-е годы, в начале 20-х годов, когда после Октябрьской революции красноармейцы ворвались в дом Вронских и расстреляли, невзирая на указы Ленина, расстреляли всю семью. Был убит маленький мальчик, которому было 5 лет, и которого эти красноармейцы посчитали, что это Вронский. По количеству людей все сходилось, и дальше его и не искали. Но по счастливой случайности в это время он гулял вместе со своей гувернанткой. И вместо него погиб сын этой гувернантки. После чего его гувернантка увезла из России. Ну и дальше началась его учеба. Когда ему было только 17 лет, он был принят... Он переехал в Германию, и был принят в школу. Он был принят в школу... Когда ему было 28 лет, он отправился в Берлин и поступил... Поступил в Германский университет, в немецкий университет, на медицинский факультет. Это был Берлинский государственный университет. Надо сказать о том, что уже в 17 лет он составлял с необыкновенной легкостью и составлял гороскопы для своих сверстников и одноклассников. И когда были экзамены, он довольно легко предсказывал, кто какой билет вытянет, пользуясь своими навыками в астрологии, которые он с детства изучал. И вот, поступив в медицинский факультет Берлинского университета и проявив себя с очень высокой стороны, с очень серьезной стороны, его перевели в самое засекреченное учебное заведение Германии. Это назывался Биорадиологический институт или учебное заведение номер 25. То есть, это было засекречено, и поэтому, почему 25, во-первых. Вы знаете, я смотрел его дату рождения тоже, поскольку все же являюсь там каким-то, ну, имею отношение к астрономерологии, я посмотрел его дату рождения и убедился в том, что действительно у него были способности, которые можно назвать ясновидящей. Очень серьезные экстрасенсорные способности, то есть, по сути дела, он был ясновидящим. В этом 25-м заведении, учебном заведении, опять же, что такое 25? Допустим, 2 плюс 5. Вообще, номера, они имеют очень серьезное значение для многих из нас. То есть, номер нашего дома, номер улицы, не название, а номер, который можно каждую букву перевести в номера, в числа. Они дают какой-то номер в итоге. И вот, если мы возьмем 25, то это будет 2 плюс 5, будет 7. И это, будем так говорить, сакральное число, divine energy это называется. Энергия небесная. И здесь он начал свое обучение. Очень интересное это было заведение. Там не были обычные профессора, математики, там какие-то преподаватели. Нет, там преподавали индийские йоги, там преподавали тибетские ламы, там преподавали китайские врачи, которые разбирались очень серьезно в энергиях, чайцы. Ну и там он себя тоже проявил очень и очень серьезно. То есть в нем готовили экстрасенсов-целителей для верхушки Третьего Рейха. Дело в том, что Гитлер непосредственно курировал это все, и он прекрасно разбирался в энергиях, поскольку 18 лет он получил титул магистра черной магии. Он был большим поклонником физических знаний, изучал это. Ну и впоследствии он пытался, было очень много экспедиций, пытался найти Шамбалу. Ну и по некоторым, некоторым гипотезам он даже ее нашел. То есть не лично, но там побывали его экспедиции. Так считается по одной из гипотез. С другой стороны, и мы делали программы на этот счет, и вот сегодня у нас была программа, 4 числа, программа с Константином, где я об этом говорил, то есть в Антарктиде были базы. На сегодняшний день эти базы, они до сих пор стоят секретными документами, что же там делали немцы, чего они там искали, но у них была там очень-очень серьезная база. И никто до сих пор не знает, что же там происходило, почему. Но в какой-то момент они резко все свернули, все свои работы, а тут они смылись. Так вот, у Гитлера был его друг, Рудольф Гессе. Это было второе лицо в Германии после Гитлера самого. И вот этот Рудольф Гессе стал протеже молодого Алексея Вронского. Удивительным образом русский парень, правда в совершенстве знающий немецкий язык, и не только немецкий язык, он стал очень известным человеком именно в Германии. То есть он, по сути, был личным астрологом самого Гитлера. Кто был Алексей Вронский? Ну, еще раз, это выдающийся астролог, экстрасенс и целитель. И это не все качества, которыми он обладал, и в которых он себя проявил, не все стороны, в которых он себя проявил. Он точно предсказал судьбу вот этой верхушки Третьего Рейха. И он был и оставался, и до конца был преданным все же Советскому Союзу. И после распада Советского Союза России, хотя проживал он с 92-го года, он проживал в Латвии. Так вот, будучи личным астрологом Гитлера и очень влиятельным человеком, поскольку его услугами пользовались очень многие в Германии, не только в Германии, он в то же время, прямо из ставки Гитлера, передавал совершенно секретные данные Сталину. Он предсказал крах политической элиты в то же время Советского Союза. В то время он предсказал гибель Гагарина. Он сказал до этого, естественно, что случится с Гитлером. Он сказал, никто не знал, что случилось с Ева и Браун. Он рассказал, что случилось, и действительно так оно и было. И пользовались его услугами очень известные русские, известные люди, такие как Фёдор Шаляпов. Шаляпин, шахматист, чемпион мира Александр Алёхин, немка Грета Гарба, и даже Мэрилин Монро Соединённые Штаты. То есть, будучи в Германии, работая на Гитлера, он передавал, по сути, был шпионом и передавал всю ставку Сталина. В своё время, когда он учился в этом 25-м учебном заведении, у них была практика. Причём практика, они ездили вместо того, как едут обычно на практику куда-то там по дорогам страны и работая на кислозаводных предприятиях, научно-исследовательских институтах, они ездили в самые, что ни на есть, горячие точки, где происходили какие-то события очень серьёзные. И их задача была предсказать, что там произойдёт, что там случится. То есть, они были и в Индии, они были и в Тибете, они были во многих местах, где какие-то происходили действительно очень и очень серьёзные, или предполагалось, будет происходить очень и очень серьёзное событие. И вот в одной из практик ему выпало задание стать целителем политических заключённых. Не только политических, это, короче говоря, его внедрили в тюрьму в качестве лекаря, в качестве целителя. Он должен был доказать, ну, в своём институте, это было его экзаменационным заданием, о том, что он должен, пользуясь своими способностями, вылечить смертельно больных людей. Вот смертельно больные люди, это и были узники довольно известной тюрьмы, что он на паре сказал, что вот если я это сделаю, я их вылечу, но вы должны их потом выпустить на свободу. Он своё условие выполнил, он вылечил 16 человек, смертельно больных, не остающихся. Ну, ему давали только таких смертельно больных, которых шансов вообще на лечение, на спасение не было. В том числе было там несколько детей. Вот он их вылечил, ну и, собственно говоря, прошёл на следующий курс. Он был одним из, если не самым, выдающимся учеником именно в этом заведении. Дело в том, что после этого, да, те люди, которые, те абитуриенты и студенты, которые были, никакого блата там быть не могло, даже если они имели родителей самых высокопоставленных чинов Германии или каких-то очень влиятельных лиц. Нет, ничего не помогало, только способности. Всех абитуриентов принимали в это заведение на основании очень скрупулёзного анализа их данных, их гороскопов, которые люди действительно владели и проверяли их способности люди, которые сами владели очень серьёзными парапсихологическими способностями. Ну, буквально на каждом этапе. И вот он закончил с отличием эту школу и стал первым и главным выпускником, ну, и получил вот такую должность, стал личным астрологом Гитлера. В то время, в то время его друг Рудольф Гесси, который был его учеником, он ему верил свято. Он верил ему, сам действительно мог составлять гороскопы. И случилась очень серьёзная ситуация, где Гесси во время, это уже было во время военной с Советским Союзом, и когда в 1941 году был составлен план Барбароса, то он просчитал, и они все, вот и астрологи, и Вронский, и он, они увидели о том, что будет напрочь, будет разбита Германия, это уже тогда будет крах её в войне с Советским Союзом. И он, посмотрев, что после этого, вот после этой плана, которая провалится, он посмотрел судьбу свою и увидел о том, что его ждёт смертная казнь. И тогда он решил оттуда удрать. И он рассматривал вопрос сдаться в плен, и в том числе сдаться в плен Молотову. То есть он даже рассматривал такой вариант. и он был уже почти готов, когда всё уже, с помощью того же друга его, Алексея Вронского, и они составили гороскоп, что произойдёт, если он приедет в Советский Союз, и выяснилось, что его там тоже ждёт смерть. И они начали разбирать варианты. Единственный вариант, который был для них, для него, для Герса, был сам благоприятный, это было сдаться в плен англичанам. Вот там как раз таки англичане его приняли с распростёртыми объятиями, поскольку он действительно не зря был вторым лицом в Германии после самого фюрера. Он, конечно же, обладал очень и очень серьёзными качествами. Англичане дорожили, дорожили умами, в отличие от других, скажем, стран и фанатиков. И таким образом он удрал туда, сдался в плен, и таким образом он пережил всех своих сверстников, всех своих соратников по партии, точнее, Германии почти на 50 лет. Вот. А это лишний раз говорит о том, насколько важно знать гороскоп. Что было далее? Что было далее? Далее в 42-м году в 42-м году Сталин пригласил Вронского приехать в Союз для того, чтобы вручить ему звание Герой Советского Союза с Золотой Звездой. Удивительным образом и непонятно почему он видел, что ничего ему не светится, иными словами, там, в Советском Союзе. Более того, он видел, что это будет для него очень негативно, потому что если он был у врага, то даже если он доставлял секретные документы, все равно он жил у врага. Короче говоря, он увидел, что будет ему очень-очень не сладко, и он все же решил приехать наперекор судьбе, наперекор этому гороскопу, и действительно так и было. То есть его чуть было не расстреляли, его должны были расстрелять, но его спасли, и в общем-то спас его сам Бурденко, который сам его лично оперировал. А поскольку он учился сам в Ронске, учившись на медицинском факультете, и окончивший его с отличием, и закончивший досрочно даже 25-е учебное заведение парапсихологов, он обладал очень серьезными навыками, то, что называется врач от Бога. Он был хирургом, и он оперировал, и когда он приехал в Советский Союз, в общем-то его сразу бросили на, поскольку времени не было с ним разбираться, шла война, было огромное количество раненых, ему надо было оперировать, и он оперировал, но до того момента, пока с ним не приключилась вот эта история, и к сожалению, он очень серьезно пострадал, ну и больше речь уже не могла идти о нем, как хирурге, то есть он потерял возможность оперировать, но все же он спасся, ну и что было далее, далее война закончилась, и собственно говоря, он переехал, переехал в свой родной город, он был в Риге, и вот где он собственно говоря и умер, он умер в 98 году в возрасте в 83 лет, и это был просто невероятно талантливый и невероятно таинственный человек, он не сказал, хотя знал день своей смерти, предсказав очень и очень многим людям, когда жизнь закончится, ну я уже сказал о том, что это были достаточно известные люди, сам Сталин свято верил в астрологию, в общем-то не только Гитлер, а очень многие потом люди пользовались его советами и очень многие скажем пользовались советами его и американцы в том числе к нему обращались по многим поводам чисто политическим скажем к нему обратился Буш старший в свое время попросив назначить время операции «Буря в пустыне», первая операция в Ираке, которая была, он точно рассчитал это и поэтому практически без потери, собственно так случилось и во второй раз, когда уже Буш младший это сделал, когда просто совершенно беспрепятственно практически они добились победы и это очень важные аспекты, которые надо было рассчитывать астрологам и он, конечно, в этом преуспел. Надо сказать, у меня есть огромное количество материала и книг и в том числе по астрологии, по нумерологии, а по астрологии многотомник, он создал очень серьезный курс астрологии, а этот курс в принципе должен был преподаваться, собственно, он преподавался в университете. Правда, не все книги вышли при его жизни, но благодаря усилиям его сторонников, его жены, они вышли в свет и они сегодня есть в наличии. Вот, и действительно я благодарю Эдуардоса, который навел меня на мысль сделать вот такую программку небольшую о Вронском, графе Вронском, Сергей Алексеевич Вронский, и это действительно очень и очень серьезный, не только это, он был очень и очень серьезный предсказатель. Дело в том, что когда мы говорили, когда я рассказывал про Рудольфа Гессе, который рассчитывал варианты, куда же все же пойти, как избежать смерти, то есть по судьбе у него была смерть, он жил в Германии. После провала операции Барбаросса его сдала неименуемая гибель, то есть это судьба, но человек сам владелец своей судьбы, то есть мы лишний раз говорим о том, что судьба одна, но вариантов ее много, сценариев этой судьбы много, то есть если я живу допустим там где я жил, у меня была одна судьба, я переехал сюда, у меня другая судьба, я перееду в третье место, у меня будет третья судьба, вопрос заключается в том, как вычислить то место, где ты будешь нужен, где ты будешь востребован, где ты можешь работать, где ты можешь, где у тебя будут условия, вот это самое главное, ну и вот это лишний раз говорит о том, что он вычислил, то есть человек должен владеть информацией, и к сожалению, немногим это удается, потому что по разным причинам, есть просто не верю, есть просто не согласен, потому что у каждого из нас есть то, что называется эго, и вот это эго диктует свое несогласие с мнением, которое, возможно, будет действительно объективной, и которое действительно может избежать, помочь избежать различного рода опасностей. что еще? Он унес с собой тайну, он говорил, что он владеет некоторой тайной, возможно, еще раз, это одна из гипотез, что причастность его была самого Вронского, поскольку Рудольф Гессе был масоном, и он его привлекал естественно везде, это он его ввел в элиту германского рейха Рудольф Гессе, и он, поскольку был сам масоном, то предполагается, что Сергей Вронский тоже входил в одну из лож масонских, ну, а как мы знаем, это были секретные они остались, это секретное общество, которое владели достаточно серьезной информацией, которая нигде, никогда не раскрывалась, только самим членам ложи масонов оно могло раскрыться, да и то не всем, не рядовым, а именно верхушке, элите. И вот одно из таких обществ масонских, оно, в Германии, они искали вот эту так называемую Шамбалу, и вот по некоторым, по некоторым, скажем там, моментам, можно предположить, что они, возможно, там и были. Вот, и они, и он узнал там вот некую тайну, но эту тайну он нес с собой в могилу, поскольку раскрыть ее он не имел права. Дело в том, что были нарушены, дважды были нарушены законы членские, после чего верховный, так сказать, судья, Господь сказал, ну, друзья, если вы не умеете пользоваться информацией, и эта информация не на разрушение, направлена только на созидание, тогда я вам закрываю путь к этой информации, пока вы не будете к ней готовы. Этот момент еще не настал, быть готовым, только индивидуум отдельным и очень, и очень, и очень отдельным доступна, скажем, эта информация, но она, еще раз, только на благо может быть направлена. Ну, вот, таким образом. Дело в том, что Гитлер, как мы знаем, он же искал Шамбалу не для того, чтобы на благо, а для установления своего мирового господства. Ну, и, возможно, Вронский был причастен, что, в общем-то, его не волновала вот эта вот не судьба Германии, дело в том, что его совершенно не волновала, его не волновала ни судьба, более того, даже не судьба России, потому что патриотизм есть своего рода attachment или своего рода привязка, это не имеет значения, привязка, то ли это к определенному индивидууму, то ли это к нашим родственным эгрегорам, это все не так. О родственных эгрегорах, о родственном связи мы будем говорить в следующий раз, но дело в том, что знание этого это тот этап нашего эволюционного пути, скажем, первая фаза нашего эволюционного эволюционного пути, что мы должны знать, кто мы есть, кто мы есть здесь, в этом мире, почему мы рождаемся и перерождаемся, переходим с одного физического состояния тела, переходим в другое физическое состояние тела, то есть это первый этап, когда мы это поймем, тогда мы можем дальше двигаться, а люди сегодня не двигаются, пытаются двигаться, точнее, не постепенно переходить с класса в класс, а пытаются скакать через ступеньки, и очень, и очень немногим это дано, очень немногим, поэтому эта тайна пока, вот которую, ну, по всей вероятности, точнее, которая знал, но не дал нам Сергей Воронский, и есть тайной открытия вот этой силы, и если эта сила будет направлена на разрушение, ну, тогда, тогда, к сожалению, будет еще очередное нарушение Вселенского закона. Ну, вот, дорогие друзья, такая информация, надеюсь, было не скучно, ну, и встретимся в следующий раз, всего вам доброго, пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова